В столице стартовал международный конгресс эндокринологов, и главной темой стала проблема избыточного веса, который многие врачи уже называют эпидемией 21 века. Статистика тревожная, ожирением России страдают почти 45 миллионов человек. И всё чаще этот диагноз ставят подросткам. О том, какие методы борьбы предлагают врачи, в репортаже Ольги Мещеряковой. На форуме собрались ведущие эндокринологи страны. Поднимать проблему. Она есть, только замечать не принято. Ведь лишний вес, согласно мировым тенденциям, теперь не болезнь, а особенность. Но медики ещё в пандемию ковида подметили. Бодипозитивные пациенты самые тяжёлые. Их становится больше. Рост по экспоненте. Дети в группе риска. Российские врачи готовы сломать тенденцию. Осознанная перезагрузка. Ожирение в целом сегодня рассматривается как неинфекционная пандемия 21 века. И об этом говорят и отчёты регионально-европейского бюро ВОЗ. Хочу сказать, что Российская Федерация как раз финансирует борьбу с неинфекционными заболеваниями. И в том числе группа ожирения также относится к данному разделу. В России 45 миллионов человек с ожирением. Это может быть и не диагноз. Но две трети из них, например, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Или находятся в зоне риска их развития. Больше половины из них имеют уже сердечно-сосудистую патологию, артериальную гипертензию. Предрасполагает ожирение, повышает риск развития онкопатологии, бесплодия, нарушения фертильности. Гормональные нарушения различного характера на этом фоне также не редкость. Проблема междисциплинарна. Здесь, в эндокринологическом научном центре, проверенные методы борьбы с лишним весом, что первопричина многих бед. В том числе лекарственными препаратами. Была заранее, так стратегически заложена, была в свое время принята программа «Фарма-2020», которая создала фундамент. И на сегодняшний день есть целый ряд фармкомпаний в Российской Федерации, которые готовы обеспечивать пациентов препаратами, независимо от той ситуации, которая будет складываться в внешней среде. Шесть стендов в ряд, каждый из которых представляет одну из крупнейших ведущих зарубежных компаний. Ну, название, что называется, на слуху. Так вот, все они остались и работают на российском рынке. Те, которые ушли, конечно же, в определенный момент создали проблему отрасли. Но теперь, похоже, это не столько проблема, сколько перспектива. Передовая разработка, что называется, на острие мировой научной мысли. Именно в этом направлении движутся сейчас все ведущие исследовательские институты. Препарат для снижения веса. Действующее вещество – лироглутит. Лекарство уменьшает чувство голода, позволяя не переедать. Насыщение приходит быстрее, пища нужна меньше, килограммы тают. Сам лироглутит органичный для человека. Он на 97% соответствует аминокислотному составу гормона, регулирующего секрецию инсулина. На стадии регистрации еще два лекарства. Одно из которых дострадающих диабетом, другое – диабетиков с ожирением. Технология считается новой. В России такие препараты раньше не выпускали, закупали за рубежом. Теперь проблема замещения импортного лекарства отечественным полностью решена. Ольга Мещерякова, Магомед Ацаев, Александр Чуканов, Егор Литвинов. Вести. В Москве полицейские поймали инженера, который отправил за границу более 500 посылок.